Добрый вечер, дорогие друзья! Каждый из нас вспоминает о своей семье, родительском доме, городе или деревне, где родился, где вырос, где учился, где состоялся. Обо всем том, что называют малой родиной, за которую все мы в ответе. Дорогие друзья, гости сегодняшней программы приехали к нам из Светлогорского района и готовы рассказать о своем райцентре и не только. Присоединяйтесь, пожалуйста, к общению в Вайбер, его номер на экранах. Можете набрать номер нашего телефона 34 22 43 рассказать о вашей малой родине и о том, что она вам дает, как она вас подпитывает. Ну а сейчас знакомимся с гостями сегодняшней передачи. Итак, Ирина Заяц, директор Светлогорского историко-краеведческого музея. Ирина, добрый вечер. Добрый вечер. Человек, радеющий за Светлогорщину культурную. Иван Пикурин. Добрый вечер, Иван Николаевич. И Михаил Киричук, инженер открытого акционерного общества Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. Добрый вечер, Михаил. Здравствуйте. Первый вопрос программы, которая поднимает тему малой родины. Где ваша малая родина? Пожалуйста. Моя малая родина — это Светлогорск. Я родилась здесь, я выросла здесь. Не только с юности, я здесь выросла профессионально в этом городе. Это вся моя жизнь, моя малая родина. Я очень люблю свой город. Это прекрасно. Ваши родители из этих мест? Вы знаете, моя мама, она сама с местечка Шатилки, да? А папа из Брагинского района. То есть такая вот семья у нас. Мы чуть позже поясним, что Шатилки — это и есть Светлогорск, правда? Конечно, конечно. Но папа из Брагинского района, чуть-чуть ему пришлось сюда, чуть выше подняться. Так, Иван Николаевич, вы родились в Светлогорске? Нет, я родился за речкой, деревня Мормаль, недалеко от Светлогорска, Жлобинского района. Но в четыре года мама была на стройке, строила ТЭЦ нашу, Светлогорскую, и она меня забрала в Светлогорск. С тех пор я в Светлогорске. По сути, с четырех лет, с детского сада. Да, с четырех лет. И если уж так, как я ощущаю себя, то Светлогорск — это моя родина. Ну, вас мне представили и рекомендовали, как человек, который родеет за Светлогорщину культурную. Я так понимаю, что вся культурная жизнь Светлогорска — это ваша жизнь. Ну, нет, это громко сказано. Дело в том, что когда мне было четыре года, вот сейчас смотрю на четырехлетних, у меня была обязанность. Я жил с бабушкой, и у меня была строгая обязанность. В восемь утра я должен козу было выгонять пасти, и пасти ее до того, как этот поезд пройдет, Калин кричит, Жлобин в сторону Жлобина, и потом козу это отдать бабушке. Каждый день это было. И в связи с тем, что товарищи не очень хотели, мои друзья вместе с Казой и мной быть, мне приходилось выдумывать все, что угодно, чтобы их удержать рядом со мной. И я придумал различные истории. И вот это вот осталось во мне. То есть я что не вижу, то мне надо что-то придумать. И я в этом городе с четырех лет, с четырех лет, я всех этих жителей знаю в лицо. Каждого? Ну, в лицо всех, потому что начинался мой рабочий день в четыре года, когда мама меня уже забрала, и я был рад, что козы уже нет. Около электростанции там была конюшня, и был конюх, который меня любил и катал иногда на этом коне под дубами. Кто знает Светлогорске, это под дубами. Значит, и заканчивался мой день у железнодорожного моста. То есть это весь Светлогорск я проходил за этот день, и должен был возвратиться к мамину возвращению с работы. Она у меня строитель, штукатур, маляр. Посему я каждого встречал в этом городе. Город был небольшой, и каждый меня встречал, потому что как-то так. И мне везло со взрослыми. Ко мне почему-то всегда хорошо относились взрослые. Вот потому я в Светлогорске и знаю всех, а меня, ну, я же вырос. Прекрасная история. Ну, я думаю, что каждый улыбнулся, услышав про козу поезд и переезд в Светлогорске про то, что каждого человека знает. Но давайте поинтересуемся у Михаила. Поскольку Михаил не так давно, 4 года, да, работает на Светлогорском целезно-картонном комбинате, делаем вывод. Приехал по распределению. Я права? Да, так и было. Ну, у меня, можно сказать, это третья малая родина. Я сам родом с маленького городка нашей синевокой Белоруссии, с Малорицкого района, с деревни Сушитница, да, с Брестской области. Ой, какое название красивое! Сушитница! Сушитница, да. Ну, моя еще бабушка говорила о том, что легенда пошла, как еще, значит, французские войска шли своим походом. Нашли всего лишь одно единственное место на той полезской южной части Белоруссии, где можно было просушить свои портянки, свой обоз расположить, опять-таки же высушить. Это возвышенность какая-то, да? Да, да. Буквально там в небольших квадратных километрах та часть, на которой до сих пор под дерном, под верхним слоем можно найти массу подков, заклепок и частей, ну, того обоза, который там стоял, размещался. Вот. Пять лет учебы в городе Минск. Это вторая малая родина. Вторая малая родина, да, то есть из тех 25 лет, которые на сегодняшний день у меня. Вот. И четыре года, уже четвертый год в городе Светлогорск. Очень приятно, очень светло-солнечно, и можно сказать, что, ну, город Малорита, город Светлогорск, это два таких города, которые в 500 километрах друг от друга, но, мне кажется, ничего для меня того, чтобы в корень бы поменяло бы видение, я абсолютно не поменял, то есть не нашлось. И вот... Вы осилили Светлогорск. Да, 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 да. То есть вот эта акклиматизация была абсолютно минимальной, а столица это был только старт для того, чтобы продолжить здесь жизнь, здесь обосноваться, здесь получить практическую реализацию своим навыкам и применить их на деле. Знаете, Михаил, еще хочется спросить, насколько обосновались? Девушку нашли? Да, и девушку, и женился, и, ну... То есть супруга? Да, да, да. И Светлогорска, может быть? Конечно. Ах, вот как! Ну так, что ж, действительно все состоялось и, наверное, осел. Да, 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 планируем уже свое жилье и хороший старт с предприятия, которое нам дало, да, то есть дало свою духовную квартиру, с которой бы мы могли начать планомерно развиваться и идти дальше. Спасибо. Очень интересно. Такие краткие истории, но так интересно узнавать. Уважаемые гости, по традиции, ведущий или гость программы задает телезрителям вопрос. Я знаю, вы, Ирина, как главный краевед, присутствующий на этой программе, у вас есть право первой задать вопрос телезрителям. Уважаемые телезрители, мой вопрос может быть одновременно и сложным, и простым. В Светлогорске очень много, ну, городообразующих предприятий. Да, с этим светлогорцам повезло. Да, нам с этим повезло. Конечно, они дают жизнь городу, но одно из предприятий носило очень красивое название. И мой вопрос звучит так. Как ранее называлась Светлогорская ТЭЦ? Ныне это Светлогорская ТЭЦ, как она называлась раньше. Уважаемые телезрители, безусловно, у нас есть призы, которые получит тот человек, который первым правильно ответит на вопрос. Во-первых, при желании можно будет бесплатно посетить Светлогорский краеведческий музей, так он правильно называется? Да, Светлогорский историко-краеведческий музей. Причем приглашение это будет на две персоны. Это если в любое время, когда вы соберете Светлогорск, только нужно будет договориться лично с Ириной. И второй приз, его, так сказать, реализовать вы сможете прям завтра. Завтра, 5 марта, состоится концерт в колледже имени Соколовского. Выступает камерный хор имени Дмитрия Бортнянского. Пригласительный билет на две персоны. Ну что ж, вопрос вы слышали, о призах знаете, дело за тем, чтобы найти правильный ответ на вопрос и позвонить по номеру 34-22-43, номер нашего телефона. Ну а в Вайбер мы принимаем только ваши высказывания по теме «Малая Родина». Ну что ж, задание зрителям далее, они будут слушать и думать над ответом. Беседу продолжаем. Принято считать, что Светлогорск – город молодой. Ну, по сравнению с Москвой, с Гомелем, с Минском. Построен он в середине 20 века и практически на пустом месте. Так считают, считаем мы, дилетанты. Вот, однако это не совсем так. Я предлагаю прямо сейчас обратиться к нашему экрану и посмотреть фрагмент фильма 1979 года, который 40 лет тому назад сняли наши минские коллеги. Светлогорск – город энергетиков, химиков, город строителей. Наверное, именно строители острее всех ощущают, как необыкновенно быстро растет город. Под натиском его расступается древний Полесский бор. На высокие городские этажи переселяется деревня Шатилки, от которой он всего-то десяток домов и остался. Николай Минович Супранович строит Светлогорск, 20-й год. В этом месте, где стоит весь строительный район, здесь по грибы ходили, грибы росли. Была одна вот эта улица интернациональная и вот эти вот домички сюда, которые… Да, это интернациональная считается улица. И больше тут… И проспект от Ленина, что сейчас это двухэтажные домики эти. И здесь больше ничего абсолютно не было. Сейчас это… В общем, город, куда не посмотришь, так разбросанные дома. Все твое. Даже, как идешь на автостанцию, так там еще и доска пробита. Кто строит Супранович, как бы, висит на этим. Не сняли, так, а на торце здания. Я говорю, все равно, как это для памяти ставили, надо было снять. Мы садики строили, так сохранили, увесчатые насаждения. Сосны посили возможности. Мы фруктовые деревья посохраняли. Приятно, когда ребенок отдыхает в саду. Потом яблок созреет. Ну, сейчас здесь так строится здесь, чтобы человеку, как бы он был, как говорится, веселый, бодрый, не испортил настроение, что ему подрадовалась душа. А это зависит от строителей. Так что строительство довольно-таки интересное, видишь. Приятно идет, своими руками построено. Ну, здесь как-никак, так считать можно, что родина. Все, куда не пойдешь, посмотришь, так это все твое. Приятные теплые кадры, правда? Вот что-то навеяло. Иван Николаевич, что вспомнили? Ну, во-первых, я этого человека очень хорошо знаю. И знаю его семью. Значит, и с его сыном старшим я дружил. И сейчас с его дочерью дружу. Вот переписываемся, иногда встречаемся. И она дает некие фотографии. Потому что все сейчас, мое поколение, с большим интересом смотрят то, что было раньше. И мне было очень приятно это все смотреть. И вот он говорил, что вот здесь за грибами ходил. Я вспомнил, я плохо искал грибы. И мама вот в том же месте, которое он показывал, она всегда находила грибы. И говорит, вот на этой площадке гриб, ищи. И я мог два часа быть занятой, искал этот гриб. Пока мама работает. Пока мама наберет корзину гриб. И на этой площадке. Так что это очень приятно. Ну, представляете, вот где эти дома сейчас? Я в Светлогорске была, но так в подробностях же не знаю. Ирина, вы представляете, вот где этот дом? Да. Улица Интернациональная, как сказал Николай. Конечно, конечно. Рядомшка музей же находится. Конечно, я представляю, где это. А Кадро — это третий микрорайон, который начинал строиться в 70-е годы. И вот эти дома девятиэтажные, первые дома начинали строиться в 76-м году. И вот постепенно. Поэтому эти дома, я выросла среди этих домов. Я жила на третьем микрорайоне, 42-й дом. И поэтому у меня всегда вид из окна был на лес. Светлогорск окружен со всех сторон лесом. Хвойным лесом, да? Хвойным лесом, да. И у меня воспоминания тоже, вот если говорить о детстве, через дорогу сейчас там около моего дома поликлиника, а там поляночка. Ну вот люди прогуливаются, а тогда леса много было. И я помню, что мы с мамой, с мамиными подругами, отдых у нас был какой, речка немножко далековато была, и вот в выходной день мы ходили туда в лесочек загорать. Вот хорошо это помню. Кто грибы собирать, кто загорать, вот видите, разные интересы. Да, ещё вот такое вот тёплое воспоминание детского сада. Вот ребят детей показали, а я ходила в 4-й детский садик. Для меня я помню, как зима, холодно, папа идёт курит, и я маленькая иду за руку, и вот иду, и значит, иду в детский сад, время там, естественно, провожу и жду, когда меня заберут и мне что-нибудь вкусное принесут. Вот такое вот воспоминание было, очень яркое такое, моего детского сада. Воспоминание детства, но у нас есть телефонный звонок. Так, чуть позже, чуть позже, почему-то телезрители звонят. Так, хорошо, можно связываться. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы тут о малой родине говорим. Скажите, как вас зовут? Очень приятно вас слышать. Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно вас слышать. Скажите, как вас зовут? Люба. Людмила? Люба, Любовь. А, Любовь, Любовь, очень приятно. Любовь, скажите, первый вопрос такой. Где ваша малая родина? Ну, вообще, малая родина – это Светлогорский район. Так, где именно? Вот, на Светлогорске я уже давно живу, и поэтому хочу сказать, как называлась раньше Светлогорская ТЭЦ. Так, Любовь. Это была Василевическая Гресс. Совершенно верно. Ну, абсолютно правильный ответ, и так быстро мы его получили. Любовь. Ну, что ж, тот пригласительный билет. Сможете приехать завтра в Гомель на концерт Бортнянского? Нет, я не могу, это очень далеко. Но, знаете, все равно в скрижалях программы «Добрый вечер», Гомель, вы останетесь как победительницей. И вы с кем-нибудь можете посетить Светлогорский историко-краеведческий музей. Я так думаю, что Иван Николаевич еще пригласит и на шатилинский шлягер, который скоро пройдет. Любовь, приходите, 16-го, 14-го, в городской центр культуры. Будет уникальное событие, я чуть позже буду рассказывать о нем. Смотрите дальше. Благодарим вас за правильный ответ. Хорошего вам вечера, всего доброго. Ну, вот видите, чуть позже, уважаемые телезрители, мы зададим еще один вопрос, поэтому не уходите далеко от экрана. Поселок Шатилки, который упоминался в этом сюжете. Он дал, так сказать, начало городу Светлогорску, правильно? А вот название Светлогорск, почему было такое выбрано? Ну, потому что город света, город тепла, город любви. И Светлогорская ТЭЦ... Василевичская тогда, да. Тогда, а сейчас Светлогорская ТЭЦ, она все дала этому городу. Вот свет. Я знаю, что Михаил, когда получал распределение, да, рассматривал город Светлогорска, город света, но сомневался, а не в Калининградской ли области находится этот город? Ну, собственно говоря, так и было. То есть поисковик Google только, условно говоря, и выдает первую ссылку на побережье Балтийского моря данный город. И вот рассматривая то, куда нас распределили, понимаем, что либо это тот город, который, значит, на побережье, да, 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 либо тот самый славный город в Беларуси, в который, думаешь, ехать или не ехать, ну, по крайней мере, первое впечатление именно было такого. Ну, побережье в Светлогорске все равно есть. Да, само собой, да. Можно же не только среди сосен загорать и на берег реки выйти. Хорошо. А когда район начал называться Светлогорским? Ведь раньше не было Светлогорска, были шатилки. Ну, в 1961 году. Раньше был Паричский район, был образован в 1924 году. И райцентр Паричи. Да, был райцентр, безусловно, в Паричи, в городском поселке Паричи. А уже в 1961 году, когда вышел указ, такой большой указ, указ Президиуму Верховного Совета Белорусской Советской Социалистической Республики о преобразовании города Светлогорска, городского поселка Шатилки в город Светлогорск районного подчинения. Соответственно, и Светлогорск стал называться городом, и образовался Светлогорский район. Сколько сейчас жителей в Светлогорске? Ну, приблизительно. Ну, если уже такими точными данными статистическими, пока я могу сказать, что это, ну, скажем, 68 тысяч, почти 70 тысяч. Почти 70 тысяч. В Малорите? В Малорите чуть-чуть больше 10 тысяч, то есть в пределах. Но вы сказали, Михаил, что очень похожи городки райцентр Малорита, где Михаил родился и вырос, да, и Светлогорск. Ну, то есть я родился в деревне в Малоритском районе, вот, а вот сам райцентр, он крайне типовой, именно то, что центральная улица Ленина, Советская улица, школы... И панельные дома. Да, то есть это вот этот, то есть быстро, компактно разместить, значит, сделать то, значит, объем, да, который необходим для размещения и людей, и предприятий, он был очень похож. Центральной площадью, собственно говоря, и для меня, говорю, акклиматизация и движение, вливаться в молодежное движение, в частности, того, что я являюсь на предприятии у себя, значит, секретарем... Лидия. Да, перечной организацией, Белорусский Республиканский Союз Молодежи, вот, и это было очень интересно, это было очень просто, и, ну, это для меня было просто за радость, именно вот здесь перейти с одного города во второй, и так быстро влиться в коллектив, в работу. Это прекрасно, но все же, мне кажется, каждый город имеет свой характер, имеет свои особенности, мы сегодня говорим об особенностях Светлогорска, эти особенности заметил еще в детстве Иван Николаевич, так было? Да, ну, во-первых, Светлогорск была комсомольская стройка. Откуда только не ехали, правда? Да, приехали со всего Советского Союза, люди интереснейшие, значит, активные, молодые, плюс Светлогорску сразу повезло, как говорят, тот город, который имеет любимого сумасшедшего, это город счастливый. И как только город образовался, у нас в Светлогорске был любимый сумасшедший, да, это больной человек, но его весь город любил, уважал, и все знали о нем, и дети, и что интересно, дети не гоняли, а всегда с интересом даже с ним разговаривали, это был Володя Зарецкий, кто помнит, а потом Володю Зарецкого сменил Женя, комиссар, и Светлогорск в большинстве своем имел всегда своего любимого сумасшедшего. Это вот, знаете, это многому, это был счастливый город. Там были, ко мне приезжали друзья из Москвы и говорили, как ваши девушки одеваются, это какой-то, это как журнал, у нас девушки всегда очень хорошо одеваются. А я еще знаю, что в Светлогорске были самые лучшие музыканты, причем практически с момента образования города, каким образом так получилось? Да, Светлогорск находится на реке Березине, очень красивой реке, вокруг леса сосновые, плюс была стройка предприятий, то есть рабочие места, и люди, отслужившие. Видно, кто-то первый отслужил и приехал в Светлогорск и написал своим сослуживцам в музыкальные коллективы военно-вооруженных сил Советского Союза, это в частности оркестр Северного флота, оркестр Тихоиканского флота. Они списались и к нам приехали, так, квартиры быстро давали, местность очень красивая, город молодой, значит, и к нам съехали все музыканты, которые служили в армии по 25 лет. Это были не музыканты, это были музыкантищи. Я вам расскажу, два музыканта садятся, берут партитуру, один на кларнете, второй на аккордеоне, партитуру достаю я, любую, которая там есть на полке, не глядя. Они открывают, не глядя страницу, и начинают играть до первого ошибки, и кто проиграл, тот проиграл, и они могли часами играть и не делать ошибки. Это музыкантищи были, понимаете? Светлогор тогда был насыщен такими высококлассными музыкантами, которые потом воспитали, и до сих пор эти музыканты передают друг другу вот эти знания музыки. Светлогор довольно музыкальный город. Я чуть позже буду задавать вопрос, поэтому... И вокальный, и музыкальный. А я так думаю, что мы можем уже задать вопрос, уважаемые телезрители. Вопрос от Ивана Пикурина. Город наш молодежный, молодежь любит танцевать, и он отличается тем, что в нашем городе было неимоверное количество танцплощадок. Они сменяли друг друга. Мой вопрос. Сколько было в городе танцплощадок летних, молодежных, и какая из них была первая? Вот такой вопрос. Ну, здесь нужно быть старожилом Светлогорска или собирать по крупицам вот эту информацию от своих родителей, может быть, от бабушек, дедушек. Вот Михаил, интересно, знает? Знает, но не скажет, да? Ну, это да, за эфиром мы общались, поэтому, наверное, только от этого могу узнать. А так, для меня, мне кажется, было новым даже узнать, что такое могло существовать, люди могли этим заниматься, их это могло увлечь и найти такое развлечение. Ну, вот если опустим ту информацию интересную, что, ну, шутку эту вашу, да, что был выбор, куда же ехать на Балтийское побережье или на побережье реки Березины, да, что вы все-таки вот в историческом плане знали о Светлогорске? Какие-то нюансы знали уже, кто был основателем, когда, что, как? Или уже узнали после того, как в Светлогорск попали? Может быть, к Ирине на экскурсии ходили? Да, мы, прежде чем приехать в Светлогорск по распределению, у нас распределялось три человека с ВУЗа, прежде всего посмотрели, где это, чем насыщен город, какая численность населения, какая инфраструктура в городе развита и, собственно говоря, то предприятие, на которое мы распределяемся, чем мы будем заниматься дальше. И здесь интересно было посмотреть то, что сохранились, в отличие от других городов, где мы были с экскурсиями, где мы проходили практики, здесь очень ценна память. Память о тех людях, которые основали город, те люди, которые освобождали город, те люди, которые строили город. И мне эта память настолько близка, так же, как и с городом Малорита, то, что, как говорится, покуда жив последний ветеран, до тех пор жива память о том событии, которые зовется Великой Отечественной войны. Так и здесь приятно, что те надписи, те слоганы рекламные, условно говоря, призывы и символизм тот, который имеет город, он по сей день сохраняется, его поддерживают. И мы могли видеть на видеоролике о том, что город химиков, энергетиков, юности, молодости, эта надпись еще есть. Я очень хочу попросить нашего режиссера найти кадры современного Светлогорска. Это для тех, кто, может быть, никогда не был в этом городе районного подчинения. Вот прекрасный Светлогорск. Видимо, это сентябрь, да? Золотые клёны. Ну, рассказывайте, что узнаете? Проводите экскурсию. Как улица называется? 50 лет октября. К улица называется 50 лет октября. Мы по ней проезжаем, спускаемся к нашей набережной. На набережной у нас расположен монумент «Молчащий колокол». Вот мы, конечно, на кадрах его, мы так с высоты видим, да? Теперь мы поворачиваемся и видим центральную площадь нашего города. Вот слева она, да? Да, да, слева центральная площадь нашего города. Большая площадь. Мне кажется, в Слогорске очень большая площадь. Очень много зелени, очень красиво. Самый большой дом в нашем городе, 16-этажный. И вот идём прямо, это гостиница «Светлогорск». Дальше вот здание райисполкома, здание милиции. И вот рядышком здания это было здание горкома партии. Вот. Ну и дальше мы увидим трубы, вот увидели Светлогорской ТЭС. Вот поворачиваемся мы и видим кинотеатр «Юность», городской, Светлогорский центр сейчас культуры, а раньше это дом культуры. Вот справа, да? Да, да, да. А вот в тени такой вот этих деревьев, там аллеев, героев. И мы с вами идём по улице лет, 50 лет октября. И по левую сторону у нас первый микрорайон города, а вот это второй микрорайон, четвёртый, панорама четвёртого микрорайона. Вот такой, вот такая виртуальная экскурсия получилась. Спасибо большое. Это для тех, кто в Светлогорске никогда не был. Дорогие друзья, номер нашего телефона 34-22-43. Звоните, пожалуйста, для чего рассказать о вашей малой родине, раз задать вопрос гостям нашего эфира, и в-третьих, можно ответить на вопрос и выиграть приз. Мы встретимся после рекламы. Дорогие друзья, малая родина – эта тема очень богата на эмоции и воспоминания. Мы не раз к ней будем возвращаться, совершая виртуальное путешествие по разным районам нашей области. Ну а сегодня мы, скажем так, на экскурсии и в городе Светлогорске на виртуальной экскурсии и принимаем гостей из Светлогорска. Иван Пикурин, Ирина Заяц и Михаил Киричук у нас в гостях. Уважаемые гости, у нас есть телефонный звонок, поэтому слушаем нашего телезрителя. Добрый вечер. Здрасте. Давайте знакомиться. Меня зовут Светлана, я из Светлогорска. Очень приятно, Светлана. Вероятно, вы родились в Светлогорске? Да. Так, значит, вы хотите предложить версию на вопрос Ивана Николаевича. Сколько в городе Светлогорске было танцевальных площадок и какая из них первая? Я правильно, Иван Николаевич, задала? Пожалуйста. Первая была, Пятачок называлась, она где-то была в районе, где у нас сейчас, налоговая инспекция, вот где-то в том районе, я помню. Так, слушаем, слушаем ответ, дальше. Потом была зелёнка, это в районе автостанции нынешней, но это была первая зелёнка, потом её закрыли, сделали новую зелёнку, рядышком где-то площадка была. Какие подробности, так. А потом пытались сделать там площадку в районе Пятисоток, где универсал, но там её почему-то не запустили, она там не прижилась. Так, скажите, так всего, первое мы услышали, Пятачок, а сколько всего было? Три, вы думаете? Так, хорошо, прежде чем мы спросим у Ивана Николаевича, правильно ли вы ответили, скажите нам, а вы на танцплощадке бегали? Конечно, на две зелёнки, Пятачок, конечно, я была маленькая, а на зелёнке бегали. Очень приятно, хорошо, давайте слушать Ивану Николаевичу, что скажет. Может, ещё кто-то позвонит? Так, Светлана, мы запомнили ваш ответ, всё верно? Светлана, три танцплощадки и первая Пятачок, запомнили ваш ответ, но всё же Иван Николаевич, я полагаю, хочет более точной версии, так, ждёт. Поэтому, уважаемые телезрители, линии для ответов открыты 34 22 43, звоните, предлагайте ваши версии. Ну, а в финале программы подведём итог. Ближе к истории Светлогорска. Роман Шатила считается основателем Светлогорска. Я попрошу режиссёра вывести на экран памятник роману Шатила в центре города. Что известно о нём, Ирина? Ну, это один из основателей нашей местности, из основателей Шатилок. Известно, что, ну, таких подробностей уже того времени нет. Самая яркая и точная подробность о том, что в 1560 году был издан привилей, в котором говорилось, что после смерти бывшего владельца романа Шатила, остров Шатилинский, на реке Березине, на тракте Горвальдском, передаётся другому владельцу, Ждану Манкевичу. Ну, и вот, собственно, фамилия Шатила, да? Да, да. И положил начало названию, дал названию местности, ну, этого посёлка. Да. Шатилинский остров сначала, а потом Шатилки. Правильно? Я так понимаю? Да, да, да. Шатилки, Шатилкович и Шатилович. Три вот таких упоминания. А известно ли, где именно был шляхетский двор Шатила? Ну, наверное... Ну, приблизительно. Ну, приблизительно можем сказать. Вот мы с вами гуляем на набережной, мы видим костёл наш очень красивый, чуть вниз спускаемся по реке, поворот реки Березины, и там вот такое место, очень большое течение. Вот там находился остров Шатилинский. И не обязательно он был окружён водой, да просто возвышенно... Возвышение отдельно, ну, скажем так, не суша в центре воды, да? Нет, нет, конечно же, нет. Это просто такое как... Возвышение. Возвышение, да, возвышение. Там было поселение, с которого, видно, была вся река, и, в общем, ну, вся жизнь проходила там. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас на связи Наталья? Наталья. Наталья Нечапаренко, так? Да. Начальник отдела ЗАГС Светлогорского райисполкома. Очень приятно, Наталья, вас слышать. И мне вас очень приятно. Вы смотрите эфир, да? Да. Мы тут про Романа Шатилу говорили, и вот мне очень интересно, осталась ли эта фамилия в Светлогорске? Вы работаете в ЗАГС, но кому как не вам знать, как часто встречается эта фамилия в райцентре? Я поняла вопрос. Ну, фамилия Шатила в нашем районе не очень распространена. В моей практике при регистрации актов гражданского состояния она не встречалась. Но я знаю одного человека с такой фамилией. Так, он житель Светлогорска? Это мало того, что житель Светлогорска, это заместитель начальника делообразования Светлогорского райисполкома Шатила Наталья Ефимовна. Очень приятно. Ну, наверняка такая точная фамилия Шатила, вот мы знаем и есть, да? Может быть, Шатилин, Шатилкин, Шатилич и такие тоже производные. Наверняка имеются. Но не так часто, как хотелось бы. В моей практике вот не встречала, к сожалению. Вот почему-то нет. Я поняла. Скажите, а какие фамилии распространены на территории города и района? Ну, с распространенными фамилиями я бы назвала такие фамилии, как Козлов. Пинчук, Пищава, Соливончик, Даймека. Вот, интересно. Вот такие, да. Наталья, сейчас про имена спросим. Вот основателя Светлогорска звали Романом, а Романами сейчас мальчиков называют? Вы знаете, называют, но очень редко. Так, какие самые популярные имена? Конечно, да. Есть популярные имена. Эта пятерка немного корректирована, но все же. Вот в восемнадцатом году девочек чаще всего называли София, Анна, Виктория, Алиса, Ульяна. А мальчишек? Мальчиков чаще всего называли Артемом, Кириллом, Иваном, Даниилом, Максимом. Спасибо, Наталья. Ну, такую интереснейшую информацию нам дали. Благодарим вас. Хорошего вам вечера, всего доброго. Всего доброго, мне было тоже очень приятно. Взаимно. Ну, продолжаем нашу беседу. Вот мы заговорили о Шатилинском острове в архиве телерадиокомпании Гомель. Мы нашли архивный видеосюжет того времени, когда производились раскопки. Если я не ошибаюсь, 2012 год попрошу режиссера вывести на экран. Вот фоном пойдет этот сюжет. Чуть более подробно, пожалуйста, Ирина. Ну, вот здесь, значит, документ, который был найден в польском архиве. Вот это польская копия привилия. А вот это молодые люди, насколько я знаю, студенты колледжа, которые принимали участие в раскопках. Вот они так детально находят каждый-каждый небольшой предмет. Я смотрю, что находочки выявляются. Им было очень интересно работать с профессором Сергеем Евгеньевичем Рассадиным, потому что это новое, это интересное, и это открывает какую-то тайну. А вот это фрагменты керамики. Конечно же, у нас в фондах есть очень много всего хранится. Это можно в музее увидеть, правильно? Конечно, в нашей экспозиции, конечно, это можно увидеть. Вот этот дом, да, вот так скажем, да, вот где проходило. Ну, сами раскопки проходили. Ну, к сожалению, сейчас уже этого дома нет, он снесен, скажем так, да. Но место-то оно есть. Но можно предполагать, что именно здесь, где-то находилась эта усадьба. Более того, скажу, что Шитилинский остров внесен в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. И там установлена табличка на этом месте, да, что это является историко-культурной ценностью. Спасибо. Есть у нас телефонный звонок, давайте слушать телезрителя. Добрый вечер. Добрый вечер. Вас зовут? Вера Алексеевна. Вера Алексеевна, очень приятно познакомиться. Скажите, вы из Гомеля или житель? Из города Светлогорска. Вы из Светлогорска, очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы родились в Светлогорске, приехали работать? Нет, я в Светлогорске с трех лет. Так, ваши родители, вероятно, приехали? Да, да, да. Так, как и родители Ивана Николаевича, да? Скажите, пожалуйста, вот где ваше любимое место в Светлогорске? Где вы любите гулять, может, какое место любите посещать? Ну, любимое, у нас там все любимые места, все везде красиво, лес, все достопримечательности красивые. Есть где погулять, здесь место, ну и прочее. Вы, вам не терпится ответить на вопрос. Я полагаю, на танцплощадке вы тоже бегали? Да, бегали. Итак, сколько было в Светлогорске танцплощадок и какая из них была первая? Вы имеете в виду открытых? Так, Иван Николаевич, открытых, да, да, да. Три. Три, Иван Николаевич. А первая какая была? Первая была на Шатилках, около реки Бережина. Так, как она называлась? Ну, она никак не называлась, туда мы все на танцы бегали, около, там, где район Вытрезвителя, вот в этом районе. Тоже достопримечательность, но это не пятачок, да, я так полагаю? Нет. Ваш ответ принят. Спасибо большое. Будьте на связи. Смотрите нашу программу до финала. Иван Николаевич уж, ну, подведет итог, безусловно, да? Да, да, да. Но мы продолжаем беседу. Еще я хотела спросить, вот мы посмотрели, увидели ребят, которые с интересом находили черепки, да, возможно, это была какая-то керамика, которой пользовался сам Роман Шатила. Так, Михаил, вы были в музее? Да, мы с женой ходили в музей специально для того, чтобы посмотреть все-таки на основании чего был назван город и какие находки там были. Вот было очень красиво, приятно. Там, собственно говоря, один из самых красивых и выделяющихся домов в городе, это музей городской. Спасибо. Приятно, всегда облагорожено, ухожено и неважно, какое время года, какая пора года, всегда радушная атмосфера, всегда приятно можно посмотреть новые выставки, новые привозные, свои, да, то есть ознакомиться с местными достопримечательностями и историей. По какому адресу, кстати? Музей находится по адресу улица Зеленая 1. Спасибо, Иван Николаевич, ну я смотрю, вот рядом с вами на столике лежат какие-то предметы интереснейшие, это раритеты эти. Имеют отношение к истории вашей семьи или к истории Светлогорска? Нет, это история моей семьи, чисто моей семьи. Дело в том, что у меня дедушки никогда не было. Так поднимите, покажите, да, уникальные вещи. У меня дедушки никогда не было, бабушка умерла рано, и я всегда своим сверстникам завидовал, что у них есть дедушка и бабушка. Значит, эта зависть была такая, они уезжали в деревню, я оставался в городе, потому всех и знаю в лицо, потому что все уезжали в деревню, а мне надо было быть в городе. И когда я женился, судьба меня вознаградила. У моей жены были великолепные бабушки и дедушки. Я их очень любил, и они меня любили. Я, наверное, вот всю любовь свою, которую я не отдал в детстве, отдавал им. И они меня любили и доверяли. По линии мамы моей жены, значит, Даниил Шугаев, это лучший друг детства Евсей Евсеевича Моисеенко. Художника. Художника Гомельщины. Они вместе в Варовичах росли, и был такой случай и смешной, и судьбоносный. Евсей Евсеевич, ему лет 10-12 им тогда было, очень научился рисовать червонцы, первые советские червонцы. Не отличишь от настоящих. А дедушка Даниил, как я его звал, тогда Даниил, тоже подросток 12-летний, занимался тем, что брал этот червонец, шел в аптеку и покупал самую дешевую соску. В результате, чтобы получить настоящими деньгами сдачу. Их это предприятие лопнуло очень быстро. Я подозреваю, что на себе. И Евсеевич пропал с Уварович. И потом только возник через энное количество лет, как великий художник Советского Союза. Я его картины люблю, они мне очень нравятся. А дед Данила, он был, в Уваровичах был еврейский театр, если кто-то там помнит, еврейский театр. Дед был, он не еврей был, он белорус, но он был самым лучшим артистом и любимым этого театра. Он играл, в 90-е лет он мне сыграл все свои спектакли, где играл все роли. А вы были благодарным слушателем. Он семье всем уже надоел, а единственное, я был свежие уши и свежие глаза, и вот он мне все это сыграл. И рассказал такой случай. После революции он сразу играл какую-то роль. Идьки, придурка, еврея. Была какая-то там, значит. И приехало гомельское начальство с губчика, значит. И посмотрели этот спектакль. И что-то им не понравилось играть деда. Они сказали, он сильно принижает еврейскую нацию. И деда посадили, наверное, на количество месяцев в губчика гомеля. Но время такое было. Да, время такое было. И евреи, вот всей нашей области, там они друг другу, у них хорошие были коммуникации, написали письмо гомельского начальства. Отпустите нашего лучшего артиста. Дедушка Данилка знал всего. Представляете, человек 90 лет, он читает Лермонтова, огромные поэмы эти. Наизусть. Наизусть, от начала до конца. Я был поражен. Если дед Данил выпивал 100 грамм, проза уходила. Дед Данил начинал говорить стихами, и все по делу, и все по теме. Это вот один. И второй, по линии отца, есть деревня Липово в Калинковическом районе. И там был пан Горвальд. В конце 19 века этот пан привез бригаду чехов для строительства. Это майонтка там, для завода кирпичный был, мельницу делал. И один из этих чехов был Петр Панглиш. Он был мастер по мельницам. И вот я со стариками говорил в Липове, и они мне говорили, вы знаете, когда Панглиш отбивал мельничный камень, дети в селе переставали плакать, птицы переставали петь. Это была музыка мастера. А в свободное время от инженерных своих занятий он изготавливал для людей всякие предметы бытовые, кружки, вот веротено. И у него была страсть изготавливать скрипки. А вот это гриф, я так понимаю, да? Это гриф от скрипки. Ой, какая прелесть. Я его нашел на чердаке у его дочери, нашей любимой бабушки Лени. И сохранили. Это как риаритет для моих детей и моих внуков. И они любят брать. Он действительно тепло излучает и добро брать. И все время мне говорят, расскажи нам про деда Панглиша. Я то, что знаю, то, что мне бабушка Леня рассказала про этого чеха нашего знаменитого, и рассказываю. Спасибо за такую интереснейшую семейную историю. Иван Николаевич, есть у нас телефонный звонок. Давайте слушать. Считаем танцплощадки Светлогорска. Добрый вечер. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Коваль Наталья Николаевна. Очень приятно, Наталья Николаевна. А вы откуда нам звоните? Я вам звоню со Светлогорска. Но я человек приезжий. Я приехала в 68-м году в Светлогорск. Но про Светлогорск все знаю. Так, Наталья Николаевна, а вы приехали, чтобы работать строителем наверняка? Я приехала сразу, работала на маслозаводе Светлогорск. Так. Маслозаводе Светлогорска. А потом я перешла и работала у нефтяников. О, так, хорошая работа. Но квартиру-то дали, скажите, в Светлогорске. Дали-ка, конечно. Погучила я квартиру не сразу. Я сразу жила в общежитиях. И тут вышла замуж. В Светлогорске вышла замуж. В 72-м году. Поняла. Наталья Николаевна, я правильно хоть называю? Наталья Николаевна, да? Я не ошиблась. Наталья Николаевна, ну, чтобы замуж выйти, надо же было на танцплощадке ходить. Правильно? Я ходила, а моя половинка меня сторожила. Прекрасно. Легала я на площадке, а моя половинка меня сторожила, когда даже встречалась. Так, Наталья Николаевна, ну, вы там на семейном совете обсудили, я полагаю, этот вопрос. Так сколько же было в Светлогорске танцплощадок, и какая из них была первая? Первая была на шатилках. Так. А сколько было? Была у пяти соток. Так, два. И две площадки были около автостанции, вот это мы их лесные называли. Одна ближе к автостанции была, сейчас там церковь, а другая дальше, там сейчас баня. Ну, я так полагаю, что по вашим подсчетам четыре, все верно? Ну, так я как была, так четыре. Ага, ну, вот, Наталья Николаевна знает четыре. Четыре, потому что я шестьдесят восьмого. Я поняла. Наталья Николаевна, благодарим вас за ответ. Мы записали, вы все запоминаете, да? Спасибо. Дождитесь финала. Все-таки узнаем правильный ответ и узнаем, кому Иван Николаевич присудит приз. Будьте с нами на связи. Ну, вот такие невероятные истории, вот такие невероятные истории от наших телезрителей, которые рассказывают, как приехал в Светлогорск, как обжился, где работал и как часто ходил на танцы. Уважаемые телезрители, у нас еще одна рекламная пауза, а после мы продолжим. Добрый вечер, Гомель. Дорогие друзья, мы говорим сегодня о Малой Родине и о том, какие шаги к сохранению Малой Родины все вместе мы можем сделать. Вы можете звонить 3422-43, рассказывать о своей Малой Родине, о своем видении этого вопроса. Вы можете задавать вопросы нашим участникам. Сегодня у нас Иван Пикурин, сегодня у нас Ирина Заяц и Михаил Киричук. Люди, имеющие прямое отношение к Светлогорску, к разным областям, скажем, жизни в Светлогорске. А также вы можете ответить на вопросы эфира. Я вкратце, Иван Николаевич, позвольте, сколько танцплощадок было в Светлогорске. Да, вот с тех лет. И какая из них была самая первая? Мы все еще принимаем версии 3422-43. Уважаемые гости, я могу назвать вас знатоками города и района, и даже Михаила, потому как он так ловко отвечает, так ловко сравнивает Малориту, Светлогорский, так как будто вот живет там 20 лет как минимум, да, хотя самому чуть-чуть больше, да, чем 20. Я хочу спросить, вот какие места на Светлогорщине вы обязательно рекомендовали бы посетить туристам? Вот Светлогор же не входит в Золотое кольцо Гомельщины, нет, он в стороне, но стоит приехать и посмотреть? Да, конечно же, стоит приехать, посмотреть в первую очередь сам город, его архитектуру, его облик, его дома. Ну, я была бы не права, если бы не сказала посетить музей, это обязательно, да, это как бы, да. А в Светлогорском районе очень много интересных и красивейших мест, связанных с историей, с Белоруссией. Например, филиал нашего музея, памятный знак Багратион, да, там установлен памятник. Михаил уже сказал об этом, да, вот история, история войны, интересно. Да, связанная с историей Великой Отечественной войны, потому что Светлогорская земля очень тяжелые потери понесла. И на территории района похоронено практически 26 тысяч солдат-офицеров Красной армии со всех уголков Советского Союза. Это первое, да. А второе, я бы рекомендовала вам посетить хутор Николин остров. Там есть ветряная мельница 19 века. Красавица, я, она высокая очень, и я, естественно, там бываю, это историко-культурная ценность. Она на сегодняшний день в рабочем состоянии, и, ну, очень приятное, тихое и спокойное место. И посетить, погулять наши леса, да, Светлогорщина — это леса, это, ну, бесподобно. Приезжайте к нам, мы очень рады. И прекрасная набережная, да, где можно? Набережная, конечно же, набережная наша. И очень много тепла, света, спокойствия, любви в нашем городе. Приезжайте к нам, мы будем очень рады всем гостям. Так радушно приглашайте. А спросим, вот что Михаилу приглянулось. И как бы он пригласил туристов в теперь уже свой родной город Светлогорск? Ну, я бы сказал, если более доступно, условно говоря, и просто по железной дороге приезжаем мы в город, то город прекрасно разделен на две половины, значит, частного сектора и городского. То есть по одну сторону мы можем увидеть поселок Нефтяников, где в основном сосредоточен, значит, частный сектор. И там, условно говоря, как новостройки, так и уже более старшего поколения дома. Если мы взглянем на другую сторону от относительно железной дороги, то мы увидим уже высотки и тот самый молодой новый город. И одновременно старый город района Шатилки. Я бы советовал, собственно, по улице Сверлова, от центральной железнодорожной станции центральной, двигаться в район, значит, Березок, это торгового центра. Там можно прекрасно отдохнуть с детьми, потому что там парковая зона, там оттуда недалеко пройти к набережной будет, там торговый центр, там кафе. Прекрасно расположиться, отдохнуть. По улице 50 лет октября, когда мы будем двигаться дальше, перейти уже с Сверлова, где парковая зона, посетить картинную галерею, посмотреть аллею славы и, двигаясь в направлении, значит, набережной, здесь мы на улицу Ленина можем перейти. И здесь на улице Ленина площадь, административное здание. Подробнейший рассказ, прям вот записывай и следуй указаниям Михаила. Есть у нас телефонный звонок, давайте слушать. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, как приятно, одни женщины звонят. Видимо, мужчины на танцплощадке не ходили. Как вас зовут? Манкевич Галина Ивановна. Галина Ивановна. Так, Иван Николаевич кивнул головой, стало быть, знает Галина Ивановна. Вы из Светлогорска? Да, я из Светлогорска. Я хочу предположить, где были танцплощадки. Давайте, Галина Ивановна. Значит, на Шатилках была, еще когда был самый старый город, когда Судоверска была, там была танцплощадка когда-то. Это мне родственники рассказывали. Потом у нас район Дружбы. Вот сейчас где, ну район Дружбы у нас. Все в городе знают, где район Дружбы. Да, да. Иван Николаевич точно знает. Там была танцплощадка. Потом танцплощадка была в районе Пятисоток, когда стал строиться химволокно. И там были общежития, и там было очень много молодежи. И поэтому там организовали танцплощадку. Сейчас это у нас район Пассажа. Потом у нас была Зеленая Роща. И потом в лесу молодежного микрорайона. Итак, по вашим подсчетам было пять? Да. Пять танцплощадок. Это правильный ответ, Иван Николаевич. Да, это правильный ответ. Так что же вы молчите? Полностью, полностью правильный ответ. Поздравляйте Галину. Поздравляю вас. Иван Михайлович, поздравляйте меня. Поздравляю, поздравляю. Приглашаю, приглашаю. В ГЦК мы вас... Почесть все вам воздадим. Галина, ну мы с удовольствием приглашаем вас завтра в Гомель на концерт камерного хора имени Дмитрия Бортнянского. Именно пригласительный на этот концерт вы выиграли. Ну и можно вдвоем посетить историко-краеведческий музей. Ирина машет головой, говорит, да, ждем, ждем, ждем. Спасибо вам большое за вашу активность. Ну что ж, ну нужно поблагодарить тех прекрасных дам, которые сделали столько звонков и свои версии выдвигали. Это и Наталья, это и, помогайте, первая зрительница, Людмила. Любовь. Любовь была, любовь, да. Мы со всем уважением к вам. Я думаю, что наверняка, если вам захочется посетить музей, не откажет Ирина Заяц. Нет, конечно же, не откажу. Будем рады видеть, только свои контакты пускай, милые дамы. Ну, придут, скажут, что звонили в программу «Добрый вечер». Иван Николаевич, ну не могу не спросить, а вы бы куда советовали пойти в Светлогорске? Может быть, даже мероприятие прононсируйте. Ведь фестиваль, скажем так, конкурс «Провинция», который, мне кажется, 26 лет тому назад начался, да? В 92-м году. В 92-м году. Может, я ошиблась в подсчетах. Он же живет? Да. И хоть были перерывы? Ну, были, да. Рассказывайте. Первые конкурсы… У нас буквально 5 минут, но они ваши. Первые конкурсы шли каждый год, потом через год, потом… Всякое бывает. Жизнь есть жизнь. В этом году опять провинция уже произвела прослушивание всех конкурсантов. Сейчас ведутся репетиции и подготовка к двум полуфинальным и финальным концертам, которые будут в апреле. Приглашаю всех, надо наших маленьких артистов поддержать. Ну, так. И у нас есть великолепная рок-студия. От либитум, господи. Выговорить бы это. То есть свободный полет. Слава… Господи. Ну, вот вы… Забыл фамилию, вы извините. Прямой эфир, друзья. Слава, прости меня, пожалуйста. И ты мне всегда Слава. Слава. Не Леоненко? Леоненко. Вот, вот. Спасибо большое. Хорошо. Слава Леоненко руководит этой рок-студией. Он предложил два года. Давайте каждые два года делать конкурсные концерты «Шатилинский шлягер», которые будем посвящать нашим белорусским музыкантам. То есть я… Простите, я понимаю, что конкурс «Провинция» – это для тех, кто помоложе, да? А «Шатилинский шлягер» для тех, кто постарше? Совершенно верно. Давайте еще раз. В провинции участвуют до какого возраста? В провинции участвуют от пяти лет до двадцати пяти или до тридцати. А «Шатилинский шлягер» приглашает профессионалов? Нет. «Шатилинский шлягер» приглашает всегда ансамбли, которые по всей Беларуси. Вот 16 марта будет уникальнейшее мероприятие. К нам в Светлогорск приедут вокально-инструментальные ансамбли и рок-группы со всей Беларуси. Из Минска будет уникальнейшая группа. В два часа это все начало. Благодаря Славу Леоненко, вот это мероприятие имеет второй свой тур, скажем так, через два года. Я думаю, все будет хорошо. Дорогие телезрители, музыканты ждут вас. Вы им очень и очень нужны. Очень нужны, вы поверьте. Это люди, которые не работают музыкой, хлеб не зарабатывают. Это не профессионалы, но профессионалы. Вот так скажем, да? Они не зарабатывают хлеб музыкой, но музыка это их жизнь. Есть уникальная возможность посмотреть, что есть в нашей Беларуси из популярной музыки. Это очень интересно. Я приглашаю всех. Приходите. 16-го в 2 часа, в 14 часов начинается. 16 марта. И всем туристам тоже рекомендую посещать наши фестивали. Провинция и Шатилинский шлягер. Фестиваль Провинция знают все артисты Беларуси. Все. Потому что побывали там. И Яда Поплавская с Александром Тихановичем. И Владимир Георгиевич Мулявин. Все артисты побывали. Всем очень нравилось. И, по-моему, Эдуард Зарицкий бывал. Да, да, Эдуард Зарицкий бывал. Это великолепный человек. Очень добрый. Я видела на фотографиях Леонида Захлевного. Я не ошибаюсь? Да, да, да. Леонид Захлевный. Он даже... Леонид Захлевный давал премьеру своей песни. И исполняла Светлоговарчанка на белорусском радио. Вот премьера песни была как раз в 93-м году. Спасибо композитору. Это было очень приятно. Я хочу поинтересоваться, есть ли у нас на связи Наталья Ланцева. Мы очень хотели бы с ней поговорить. Нет возможности связаться, подсказывают мне. Но мы скажем, что воспитанник Натальи Ланцевой Егор Шаранков. Кстати, тот самый Егор, который в 2017 году в Витебске на Славянском базаре победил в конкурсе молодых исполнителей. Так вот, оказывается, Егор Шаранков, он родился в Светлогорске, учился у Натальи. И на той самой провинции какого года? 2009-го, да? Егор участвовал на всех провинциях, будучи, наверное, от 5-6 лет. Он на всех провинциях участвовал. Как рос, так и участвовал. И, значит, не помню, когда он победил, но этот мальчик всегда был на провинциях. И вообще провинция многих вырастила. Знаменитых и музыкантов, и певцов, и... С фамилиями... Много, много, просто так много талантливых людей и детей. Вы имените Сапуно, вот Сапуно. Мы артистами провинции принимали участие в гастролях по Европе, выступали в Германии. Так что артисты у нас великолепные. Голосисты. Вот я очень хотела задать вопрос Натальи. Самые ли голосистые Беларуси в Светлогорском районе живут? Ну, предположим, что одни из самых голосистых. Спасибо вам большое, уважаемые телезрители, за вашу активность. Спасибо за ваши телефонные звонки. Ну, а вас, уважаемые гости, я благодарю за искренние теплые рассказы. О своих корнях, о своей жизни и о прекрасном городе, чистом, светлом, молодом, городе энергетиков, нефтяников, химиков, городе Светлогорске. Спасибо огромное. Спасибо. Дорогие друзья, это была программа «Добрый вечер, Гомель». Мы говорили о малой родине. Я, Елена Троценко, прощаюсь с вами сегодня. Всего вам доброго и до следующей встречи. Субтитры подогнал «Симон»!